здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделий я вика сегодня очередная серия нашего сериала про полезные формулы расчета вязаных изделий это конспект своеобразный конспект книги энциклопедия вязания от вог это моя шпаргалка и ваша шпаргалка я и для себя и для вас это все снимаю поэтому прошу очень поставить лайк комментарии оставить для развития канала поделиться в соцсетях в нужных группах а вот мне будет приятно и думаю людям тоже будет приятно получить нужную информацию бесплатно вот все предыдущие видео собраны в одном плейлисте вот ссылку на него я оставлю под видео в описании в первом закрепленном комментарии поэтому вы можете все желательно конечно же все смотреть сначала и до конца чтобы получить максимум информации и максимум знаний вот и конечно же сахар сохранить плейлист тебе в закладке вот итак поехали сегодня у нас v-образный вырез горловины как его расчет значит что нам нужно какие мерки нужны для v-образная вырез выреза понятное дело самое главное плотность петель 1 сантиметр 224 петли и 1 сантиметр 274 ряда далее ширина горловины спинки мы ориентируемся на горловину спинки потому что оно должно соответствовать так это 15 сантиметров далее длина плечевого скоса вот она это мы уже все знаем те кто следит за видео 10 сантиметров вот она высота проймы вот она 21 сантиметр 22 сантиметра вот она далее высота плечевого скоса вот она 2 с половиной сантиметра глубина выреза 15 сантиметров так и так будем считать девчонки итак первое действие ширина спинки считаем ширина выреза до 15 сантиметров отсюда я взяла число умножила на плотность петель в одном сантиметре в петлях здесь я переношу данные с предыдущего видео потому что мы уже два раза либо разбирали и поэтому долго останавливаться не буду 34 петли у меня получается я вот так вот стрелочку 34 петли второе действие высота проймы высчитываем 22 сантиметра умножаем на 274 это высота это в рядах 274 равно 60 рядов вот 60 рядов далее плечо количество петель в плечевом скосе 10 сантиметров умножаем на 22 24 равно 22 петли 22 петли здесь у нас 22 петли так 4 кстати вот этот вылет скос у нас есть расчет на него отдельный так два с половиной сантиметра высота вот здесь вот в рядах два с половиной умножить на 274 4 равно 8 рядов это приблизительное так 5 пятое действие общая длина как бы детали от плеча до начала проймы это 60 рядов плюс 8 рядов то есть вот это число и вот это чтобы узнать общее и длину плечевого скоса 60 плюс здесь у нас 8 до 8 рядов плюс 8 равно 68 рядов вот она длина общая 68 рядов далее мы вычисляем где мы именно начинаем вырез а мы сначала вот этих количество рядов для выреза мы вычисляем 15 умножить на 274 равно вот эту цифру я не переношу а считаю так 15 умножаем на 274 41 ряд я округляю до 40 чтобы было четное 40 рядов так 40 рядов потому что это ряды должен быть лицевой изнаночный ряд вот чтобы было удобно при вязании далее седьмое действие мы вычисляем количество рядов до горловины это от 68 рядов отнимаем 40 68 минус 40 равно 28 то есть вот здесь вот до этой точки у нас 28 рядов 28 рядов от начала проймы от вот этой вот точке не от передние детали а вот начало проймы далее нам нужно рассчитать убавление убавления у нас будут вот так пополам до половину этих петель идет на левую полочку половину на правую то есть вычисляем количество петель 34 петли разделить на 2 равно 17 то есть у нас здесь нам не страшно нечетное число здесь 17 убавление будет и здесь 17 убавление будет так 17 петель и эти 17 петель мы должны закрыть в 40 рядах до за 40 рядов здесь 9 10 с каким интервалом вот смотрите если закрывать каждом 2 тут разные интервалы могут быть если вырез глубокий то тогда там допустим может быть один раз во втором один раз в четвертом если не глубокий вот как моем случае видите получилось что 17 петель я могу закрыть умножить на два считака это я считаю 17 петель умножаем на 2 то есть в каждом четном ряду я закрываю один раз в два ряда скажем так это классическое закрытие как бы до лицевом закрываю в изнаночном просто провязываю точно так же здесь просто в конце ряда здесь в начале ряда да и одновременно в каждом втором ряду в принципе в каждом лицевом скажем так да и и у нас какое-то количество ряду вот мы закрываем закрываем закрываю и вот моем сейчас случае у вас может этого не быть то есть это 34 ряда и 10 ряд 40 рядов всего вот эта высота минус 34 равно 6 рядов и 6 рядов у нас 6 ряду у нас здесь провязана ровно то есть здесь мы закрываем 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 и 6 рядов довязываем ровно вот в принципе все тут образный самый простой вырез да потому что вот так вот вот но я думаю как распределить вот ну в принципе все на сегодня такое коротенькое сегодня видео девчонки далее у нас идет интересная такая нужная очень тема рукав моделирование рукава расчет рукава вот этого оката всего очень очень важная потому что от этого зависит посадка рукава вот и я на сегодня прощаюсь встретимся следующую среду вот и будем считать рукавчик девчонки квадратные вырезы лодочкой тут рассматривать ничего поэтому даже в книге на это не обратили внимание ну а на сегодня девчонки я с вами прощаюсь с вами была века и школа рукоделия всем пока пока